Астраханская область. Того, что произошло в поселке Лесное, также до сих пор никто не смог объяснить. Сергей Ляпин – чиновник, глава сельсовета. После того, что случилось на его глазах, он не расстается с нательным крестиком. А вот выступление крови из-за щелей, из-за асфальта, здесь даже трудно объяснить. 28 июля 2007 года глава семьи Степан Иванович Остроухов обнаружил на породе своего дома странных красных муравьев. Когда они вместе с женой Антониной Павловной внимательнее присмотрелись, то пришли в ужас. Оказалось, муравьи копошились в крови. Одновременно закровоточились стены, деревья и даже земля на приусадебном участке. Кровь сочилась по всему дому. Кроме комнаты Степана Ивановича, в которой он развесил иконы. Я пошел, оттуда идем и лежу, а он там, может, с той стороны, на двери, я такой вот, говорю, бога, так, это лазить, букашки красные, говорю, бабушка, какие-то нолды эти, муравьи. Я посмотрю, она, так, кровь. Там кровь, там дошел кровь, там кровь. Перепуганные хозяева позвали на помощь всех, кого могли. Скорую, милицию, представителей власти и священника. Вскоре у их дома столпились все жители поселка. Когда подошли посмотреть, мы не поверили, то, что кровь. Подошли через забор, нас не пустили туда. Через забор посмотрели, бассейн был обрызган в кровь. Потом вот здесь вот как входная дверь у них есть. Здесь все пообрызганно было в кровь. Сперва мы не поверили, то, что кровь. На место событий срочно прибыл и глава местной администрации Сергей Ляпин. Там же было около 20 сотрудников милиции. Брюки, говорит, забрызгал даже. Милиционеры, вот они как шприцом вроде снизу, вот выбивало вот это. Соседи вспомнили, что около 10 лет назад рядом с домом произошло двойное убийство. Преступников так и не нашли. Мол, души убитых не могут успокоиться. Жидкость отправили в лабораторию местной больницы. На воду это не похоже, это я вам могу сказать с уверенностью, потому что по цвету и по запаху это напоминало больше всего крови. Потому что я уже проработал 10 лет в медицине, и запах крови его ни с чем, вы извините меня, спутать невозможно. И только хозяин дома Степан Остроухов уверен, что знает, откуда взялась кровь. У него своя версия происшедшего. Это месть прежнего владельца дома. Проклятие, которое осуществилось 30 лет спустя. Пожили месяц, два, три, вон приезжает хозяин и говорит, давай мне, я возьму здесь кое-чего. Я говорю, ну пошли. Он говорит, нет, я пойду один. Я говорю, не пойду, не будет делать так. Ну ладно, говорит, ты сейчас вспомнишь. А это было 30 лет назад? 30 ровно назад. 30 лет назад. Чтобы пресечь мрачные слухи, прокуратура Лиманского района опубликовала результаты проверки, из которых следовало по сути одно. Кровь капала с потолка, а не сочилась из-под земли. И могла принадлежать хозяйке, порезавшей ногу. А могла и не принадлежать. Бабушка действительно порезала в тот вечер ногу. Но не нужно быть врачом, чтобы понимать. Есть два вида кровотечения, венозное и артериальное. И именно в том месте, где был порез у бабушки, а это вот, если медицинскими терминами, это фронтальная часть малой берцовой кости, то есть это там, где проходят в основном венозные сосуды. То есть крупных артерий нет. Кровь из вены, она стекает струйкой. Это все прекрасно знают, да? Кровь из артерии именно обладает таким свойством. Она прыскается, то есть она находится под давлением. Не могла бабушка, по крайней мере, на мой взгляд, имея порез вены, забрызгать вот таким образом дом. Кровь в общей сложности вылилась около 10 литров. Вот кадры, сделанные в первые часы после происшествия. Происходящее снимали на любительское видео. На региональном телевидении сохранились лишь вот эти фрагменты. Сама же оперативная съемка вскоре бесследно исчезла. Или была кем-то изъята. А местные власти продолжают настаивать. Никаких паранормальных явлений быть не могло. Всему причина бытовая травма хозяйки. Для более детального анализа, пробирки с кровью были отправлены в областной центр. Никогда ни прокуратура, ни правоохранительные органы не поверят в паранормальные явления. Скажите, пожалуйста, естественно, у них есть руководство в Москве. Каким образом они должны направить туда отчет? То есть это, естественно, глупо. И человек, то есть прокурор, отписывающий, да, что это паранормальное явление своему руководству, понимает, что он, ну, скажем так, просто, в лучшем случае, лишается должности. Там в худшем скажут, дорогой, палата номер 6. Хозяева кровавого дома вскоре переехали. Их бывшие соседи стараются не разговаривать на взрывоопасную тему, боятся прослыть ненормальными. Однако после кровавого дня в поселке не осталось человека, который не верил бы в потусторонний мир. Мы пытаемся понять, что происходит в старом доме Антонины Острауховой, который, по словам очевидцев, истекал человеческой кровью. Странное явление произошло в доме Острауховых в поселке Лесное Астраханской области. Степан Остраухов рассказывает, как увидел на полу пятно крови. Потом еще и еще начали появляться целые лужи. Я хожу сюда, бережу. Здесь вот кровь. Здесь появляется, тут появляется. Там кровь. Вот здесь вот, 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 вот. Кровь здесь очень много, вон, крови. Что вы видели здесь? Что из подцемел кровь брызгал. Очень много крови, видимо. Почему вы решили, что это кровь? Как почему? Медик, разбираюсь немного. Кровь, как рассказывают Острауховы, появлялась в разных местах по одному сценарию. Сначала слышалось шипение. Потом это место вскипало пузырями, и кровище разлеталось в разные стороны струйками. Аж, как змея. Фельдшер Сергей Чумаков, принявший вызов, сначала даже подумал, что в доме кого-то убили. Деревянные двери, вот это вот. Ну, пускай, говорю, кровище вот это вот. Там кровь все откуда-то может быть, вот вы не скажете. Антонина Павловна, скажите, пожалуйста, а много было крови? Хорошо было. Первый у меня муж обнаружил вот это. Это было... Расскажите нам, когда это было? 7 июля, без 15.08 вечером, это такая появилась. Я дала ее смывать, смывала-смывала, она так и бриджет-бриджет. Потом пошла в следующую комнату, там над стенкой, стенка стоит, под полазин. Все засветило, она так заселебрировалась. Я приподняла этот, и мне плохо стало. Как бы давление такое. И я тогда перешалнула через это и упала. В оморок? В оморок упала. Ну, это и пошло. И потом милиция там наехала, прокуратура была. Милиция подумала о чем? Что вы кого-то убили? Подумали так. Все везде, ничего, все нормально. И с нами было нормально. А какой-то запах присутствовал? До этого дня два муж почуял. Может, жара, может, так это... Но крови еще не было? Просто запах почувствовал, но крови еще не было? Да. Не было ничего. 30 лет мы прожили в этом доме. Вы его построили или вы его купили? Нет, мы готовы взяли. После продажи дома бывший хозяин пришел к Острауховым со странной просьбой. Этот дом пенсионеры приобрели 30 лет назад. И в эту годовщину дом почему-то закровоточил. Вот и ровно 30 лет тут прошло. Ровно 30 лет. Он приходил нам и говорил месяц, два через три. Хозяин приходил и говорит. Меня, говорит, Сапан Иванович, как взять одну вещь? Я говорю, а какую ты сейчас возьмешь? Уже я все перекнал, все там это, я ему не разрешил. А он это и говорит. Ну ладно, вы как? Подарок, говорит, найдете. Вы найдете ведь подарок. А что же это за подарок? Не знаю. Сейчас пора обратиться к нашим экспертам. Что думают по этому поводу мистики и ученые? Жидкость красного цвета. Нужно было взять образцы всех пробы, всех этих луж красной жидкости. Кровь это или нет. Исследовать ДНК. Кому принадлежит эта кровь? Человеческая? Мы по этому поводу чуть позже поговорим. Вот это научный подход. А одна из версий этого, что это, конечно, есть какое-то естественное происхождение, но это дело криминалистов, а не гадание, вот призывание каких-то... А криминалисты к вам приезжали? Вот милиция, кто-то еще был? Да приезжали, я уже не знаю, милиция, милиция. Вам не подтвердили, что это действительно кровь? И кровь животных, или кровь людей. Скажите, пожалуйста, вы откуда узнали, что это кровь? Я поясню. Дело в том, что кровь исследовалась. И есть выводы о том, что это кровь не только человеческая, но оговорку такую специально сделаю. Я понимаю, что милиции требуется подвести какую-то внятную черту. Они не могут... Что, Игорь Завич, внятный или невнятный? Образец крови должен быть, во-первых, человеческая кровь или нет. Они решили, что речь идет о мистификации. Они не могут быть смешанными. Или что это? И поэтому на этом основании, поняв, что кровь человеческая, что кровь принадлежит конкретному человеку, это дело, насколько я понимаю, опроверники или поправки меня. Они конкретного человека определили. Это дело в милиции закрыто на сегодняшний момент или нет? Закрыто. Вам говорили, с какой формулировкой? Не говорили. Я хочу вызвать следующего свидетеля по делу кровоточащих. В следах корреспондента телеканала СТС Астрахань Лану Волкову. Которая одна из первых побывала в этом доме. Сначала мы пообщались с фельдшером. Он выдвигал действительно такую версию, что это вообще, говорит, мистика. Вот я врач, я действительно должен служить науке. Но я считаю, что это полная мистика, потому что, как бы сказать, объяснения этому я не вижу. Внимание на экран. Она была там или она сочилась? И была, и сочилась кровь. Из-под пола, из-под цемента, из деревянной двери. Антонина Павловна, скажите, кровь действительно, она выпрыскивалась, брызгала? Да, прям вот так вот. Вот так вот расстилалась она. А много было крови? Много, много. Какие-то лужи? Я и смывала там, и это, а он продолжал, продолжал. Запах специфический. Вообще говорят, когда приходит дьявол, этому способствуют три вещи. То есть пища теряет вкус, вот, становится холодно, и это сопровождается диким запахом, страшно. Вкус пищи в тот вечер пенсионеры не помнят. Холод, он может и был. Но ведь в доме работает кондиционер, а вот запах действительно был. Он появился за два дня до случившегося. Степан Иванович даже подумал, что он умирает. Запах такой, как почти мельчинный раз, и второе, значит, как плохие, вот, и есть эти таблетки. Вот, может быть, пища на тот момент и потеряла вкус, но просто летом, как бы, аппетита мало. Так что, получается, дьявол пришел на пакет селушкой? Ну да, 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 послушайте, дослушайте до конца. Вот, что касается холода, возможно, работал кондиционер. А вот запах он действительно был. Какой был запах? Запах затхлый, запах свежей крови? Ну, скажем так, если я делаю отбивные и не помою досочку, и оставлю ее на сутки, скажем так, вот на следующий день будет запах. Вот такой запах был приблизительно в этом доме. Правоохранительные органы, что сказали на эту тему? Были спецслужбы. Они вообще вскрывали полы. Спецслужбы были там, следователи. То есть бетон кровоточил, полы кровоточили, их вскрывали. Мы можем посмотреть интервью с главой администрации. Там же было около 20 сотрудников милиции. Брюки, как, забрызгал даже. Милиционеры, вот они, как шприцом вроде снизу, вот выбивал вот это. Вот как это можно объяснить? Официальная версия правоохранительных органов выглядит так. Хозяйка дома порезала ногу. Антонина Павловна действительно в тот вечер порезала ногу. Но учитывая, что в человеке всего 5 литров крови, такая кровопотеря стоила бы ей жизни. При этом все свидетели уверяют, в доме были десятки литров разлитой крови. И она продолжала струиться из-под пола. Не верит милиционерам и глава сельсовета. На асфальте, на цементе, это было, ну чувствуется вот с ноги тонкой струйки. Бывает такое, наверное, что-то венозное течение крови. А вот выступление крови из-за щелей, из-за асфальта, здесь даже трудно объяснить. Откуда что бралось. И главное, с их слов, что вот она когда потеряла, бабушка, сознание, кровь перестала идти с ноги, кровь перестала выступать вот из-под земли, под асфальт. Дочь Антонины Павловны Людмилы. Я знаю, что дом не кровоточил только в одной комнате. Это правда? Да. А как вы это объясняете? Ну потому что там икона, которую вот... Какая? Мама нам купила... Ну мама просто верующая, они верят в Николаю Годненько, и они купили икону. Ну как-то она неправильная икона, вот не в красном углу. Ну вот как они повесили, так она и висит. 10 литров. Ясно, что это не кровь вот этой женщины, потому что у нее, как говорят, только 5 литров. Значит, надо было обследовать всю эту жидкость во всех деталях. Только этим и надо было заниматься и строить различные версии. Про подобные версии здесь прозвучало, что это проделки вот того человека, который приходил. Ну это одна из версий. Но нужны факты. Милиция показала свою беспомощность, потому что это дело анализа этого вещества, и многое что можно из этого узнать. А я хочу, чтобы Людочка нам объяснила. У нас фактов нет, приписывают. Хотели создать видимость, что это мистико. Люда, я хочу... Вот они... Это только одна из версий, да? Люда, скажите, пожалуйста, а какая ваша версия? Ну я так думаю, что это от старого хозяина. А что значит от старого хозяина? Ну может быть он чем-то занимался плохими делами. Кроме вас, вот именно эти фонтаны, кто видел? Прям вот правоохранительные органы видели. Им прям брюки забрызгало. Да, да, да. Они стали выбегать. Мы только остались, я, мама и папа. Так они еще суеверно испугались. Они все выбегали, а нас не выпускали вообще оттуда из дома. Вы находились в этом доме, вот все фонтанировало, вас оттуда не выпускали. Ладно, скажите, а это правда, что некоторые милиционеры подали в оборок? Ну не в оборок, но им было нехорошо. Я общалась с милиционером лично. Вот он туфли выкинул, которые испачкал. Сколько времени фонтанировало это все? Она с детьми училась. Без 15,8 и до полтора. Это прекрасная память для вашего... А в какое время вы ногу порезали? Без 15,8. Без 15,8 не порезала ногу. Она упала. У нас просто... Сколько времени? В Калидоре у нас асфальтная сделана дорога. И они там ножка... Да. И она покорябала. Она когда ей стало плохо, она потеряла ногу. Она упала ногой. Она босиком, я так понимаю. Ну, лето, конечно. Она потеряла при этом. Ну а что она может потерять, если она просто покорябала ногу? Конечно, правоохранительным моргам, давайте будем говорить откровенно, удобно сказать, что эта бабушка порезала ногу. Потому что все мы с вами понимаем, что никогда ни прокуратура, ни милиция, ни кто-либо другой при погонах не поверят в паранормальные явления. Итак, сегодня мы пытались разгадать тайну кровоточащих следов. Странную жидкость исследовали в лаборатории. Результаты анализов показали, что это действительно человеческая кровь. Что думает зал? Возьмите пульты и проголосуйте. Верите ли вы жителям кровоточащего дома? Если верите, цифра один. Если нет, цифра два. Спасибо. В сегодняшнем расследовании ученые оказались более убедительными для нашей студии. Видимо, зал не поверил местным лаборантам, которые нашли эритроциты в таинственной жидкости. Дело о кровоточащих следах я объявляю закрытым. Каждый верит в ту истину, в которую хочет верить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...